ваши комментарии прекрасно пишите молодцы я с вами частично согласна не согласна ну и частично согласна что пока мы живем нас всегда должно что-то держать на земле пусть будь то семья любовь или желание съесть еще раз ту вкусную черную свинью из азии потому что лично меня постоянно из-за систематизации человеческой жизни преследует постоянное нежелание ничего не хочется такие периоды мне помогает только неожиданная грань вещей которую я ранее не замечала свежий взгляд мне необходим могу поддержать ваше мнение о том что мы люди губительны друг для друга в каком-то смысле постоянное нахождение в социуме изматывает меня что приходится делать вынужденные перерывы и в учебе и вообще не тем не менее я считаю что все таки им нужно быть участником этого социума ведь все окружающие части формирует и влияет на нас чтобы совсем не отличайте быть приспособленным но это тоже миф о том что мы без социума дичаем мы без социума дичаем когда когда на ранних этапах развития нашего в детстве да вот детей которых не развивают вот они дикими дикими вырастают и у них не запускается механизм развития интеллектуального да вот дети маугли например мы знаем страшное явление вот оно присутствует и потом их очень сложно развивать потому что упущено время вот а со взрослым человеком уже по-другому в него все закладывается уже и он развивается самостоятельно благодаря то есть благодаря тому что вот этот вот эти способности познавательные у него как бы активированы да то есть интеллект развит и он продолжает развиваться самостоятельно но мы видим что люди которые находятся в социуме они не развиваются как раз вот в чем а может быть парадокс если так поверхностно посмотреть на самом деле они просто становятся функциями да вот допустим продавщица вот она только 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 работа дом работа дом какое же здесь развитие но человек при этом в социуме находится и вот как раз для взрослого человека спасительно будет отшельничество а не жизнь в социуме потому что жизнь в социуме его будет истощать и вот вы правы серафима да правы что нахождение в социуме изматывает то есть мы на самом деле что изнурены этим социумом нам же все навязано там все навязано образование вот и сми навязаны политики навязаны вся эта система она нам навязана религия навязана мораль навязана все навязано поэтому у человека человека приучают к чему к тому чтобы вот это все принять просто жить по правилам в конце концов то есть ограничивают его ограничивают человека ограничивают поскольку все за него придумывают что делать стать отшельниками вот то что делали великие люди генри тору а иисус христос в конце концов будда древние индийцы которые ушли в лес и все и там они развивали свою философию буддийскую психологию буддийскую и так далее то есть вот вы правы губительное влияние социума на человека коллектива да просто вот токсичные люди кругом взять до самый низовой уровень и самый высокий там тоже токсичные люди и вот все эти люди вместо того чтобы заниматься собой они занимаются социумом та же профессорша ну просто токсичные просто невротизированные просто вот негативные вибрации да вместо того чтобы пойти домой к мужу там помедитировать или там на природе или отдохнуть она идет и что-то комментирует и вот этот вот негатив постоянно генерирует зачем она уже нездоровая и она делает нездоровыми других вот вам социальная жизнь во что она превращается в психиатрическую больницу мы и живем в психиатрической больнице поэтому чем меньше контактов с людьми тем лучше вот и ад это другие и чем меньше вы думаете о других и больше о себе тем вы счастливее вот почему надо быть эгоистом я хочу сделать целый цикл лекций на тему экзистенциального эгоизма разумного эгоизму вот кто заинтересован может просто оплатить этот курс я сделаю курс и буду его предлагать есть это очень интересная тема как стать эгоистом как полюбить себя как поставить себя на первое место и защищать свои интересы как выигрывать постоянно выигрывать вот а так нам все навязано и то что нам навязано то что не наше конечно мы отторгаем это нас невротизирует одни и те же политики одно и то же говорят одни и те же там комментаторы телеведущие да тоже тоже навязано нам все ты не хочу это слушать и смотреть и чему на это тратятся деньги налогоплательщиков понимаете на этот дурдом тратят деньги чтобы сводить людей с ума чтобы людям навязывать вот одно и то же все то есть а что такое навязывание навязывание это манипулирование манипуляция сознанием вот они манипулируют система образования вот эти учителя невротизированные программа обучения я бы ее перестроил ну есть школы которые мне больше нравятся но они не популярны у меня есть ролик на тему школы такой где ребенок как бы в центре стоит да и вот такая гуманистическая школа творческая школа вот посмотрите он на английском языке я не помню как он называется ну вот и я там как раз интервью беру у человека который вот такие школы но информирован очень хорошо об этих школах и об их целях вот так там счастливые дети а в основном то что все же невротизированные я вот в школе работал дети невротизированные они больные дети ведь них постоянно требуют и учат их подчинение учителя нездоровые старые нездоровые там работают тоже университет то же самое то же самое академии там же больные преподаватели психически нездоровые невротизированные и нервные все и вот эта вот атмосфера нездоровая там и вот в этой атмосфере мы находимся послушайте политиков тоже они же тоже нездоровые люди вот это нездоровье это токсичность вот отравленная среда ментальная откуда же здесь взяться людям то счастливым поэтому конечно надо дозировать общение с людьми еще раз говорю люди должны встречаться для любви поэтому если образование не приносит любви не учит любви не воспитывает чувства сердца да не нужно такое образование не нужно вот сейчас шон коннери ушел из жизни до 90 лет ему было замечательный актер лучший джеймс бонд вот и не только прекрасный актер ну так у него же нет образования хорошего даже школу кажется не закончил вот из бедной семьи вот он он развил свой талант он главное в этой жизни нашел себя и что он во первых сам что самореализовался да выполнил свою миссию а во вторых сколько он радости людям принес и посмотрите на этих преподавателей они сами несчастны они там чего-то нахватались этих этих чьих-то идей там мао цзэдуна ленина маркса там красных хмеров вот полпота да еще кого-то вот в этом они пространстве живут и все но ничего же своего нет все чужое они паразитируют это это паразиты не паразитируют на чужих идеях на чужом вкладе в мировую интеллектуальную мысль вот что это такое вот это все вот эти профессора а где свои мысли так этом так мало того они еще и а токсичные люди и ну какую они атмосферу создадут как они вообще как они как они влияют даже негативное влияние на психику они оказывают студентов и так далее что студенты циниками становятся да чеканинавистниками и так далее вот осуждая зло они сами несут зло зло необходимо скажем так но и не надо его осуждать тогда если ты сам не добрый человек что ж ты зло осуждаешь короче говоря вот на уровне вибрации все это да насколько они насколько негативное мышление нас поразило поэтому конечно надо отстраняться от людей и конечно эта система система которую мы не выбирали там же она навязана это как бы выбор такой из двух зол да меньше но это не значит что меньшее перестало быть злом что меньшее зло перестало быть злом вот тоже зло так давайте думать как сделать как привнести в мир больше добра что для этого надо я считаю что для этого для этого нужна психология психотерапия вот это путь в рай но у нас об этом не говорится ничего у нас просто констатируется факт что вот такие проблемы есть что не хватает на высоко квалифицированных психологов не просто психологов не хватает а высоко квалифицированных вот и денег не хватает и что и что вы это что решение проблемы ниже не решают проблему вот так найдите деньги значит не финансируйте то что создает проблему это телевидение там всякие организации финансируйте то что работает на здоровье человека то что на осознание работает на психологическую культуру на счастье на рай любых психологов финансируйте которые что-то делают для человека полезно для людей понимаете вот у нас да поэтому но мы видим что здоровье не в приоритете психическое здоровье не в приоритете свобода человека не в приоритете а человеку относятся как к средству да вот и чеканада там оккультуривать воспитывать вот использовать ну так что вы получите что мы получим какое общество вот такое какое оно есть она не поменяется с таким вот отношением к людям поэтому отшельничество да вот я очень хочу построить допустим загородный замок такой современный не копировать эти архитектурные детали до средневековые а современный построить замок и вот за городом и сделать такой духовный центр творческий психологический центр релаксационный просветительский одновременно где будет библиотека где будут инструменты где можно творчеством заниматься да и при этом вот жить расслабленно общаясь с единомышленник с единомышленниками сама реализуясь давая концерт там еще что-то и так далее получая необходимую необходимые знания в области психологии становясь становясь мудрыми где никому ничего не навязывается где каждый сам сам вселенная отдельная вот я хочу такое создать что то посмотрим может это и не надо создавать да ну вот у меня есть такое желание такого центра большого творческий психологический просветительский образовательный одновременно это может быть и школа и вуз где можно обучаться и дистанционно в том числе сейчас курсы многих университетов они доступны и учитесь пожалуйста многие преподаватели с удовольствием приедут прочитают лекции и так далее то есть образование это первое и его первый его признак это самообразование то есть когда у человека есть познавательный энтузиазм он постоянно хочет учиться и второе и учится и второе это постоянство вот это постоянство да то есть самообразование опора на свои когнитивные способности и вот сама мотивация такая в обучении и постоянство то есть до смерти учиться до смерти учиться ну потому что нравится нравится изучать языки вот изучать языки музыку музыку там историю философию психологию лучше всего психология я собрал прекрасную библиотеку психологической психотерапевтической литературы вот пожалуйста я это все осваиваю читаю развиваюсь развиваюсь дальше николай пишет николай пишет николаем никак постарайся избегать таких вот грубостей в свой адрес не надо этого любви себя люби себя хочу понять что ж теперь не получать образование какие это необыкновенные духовные потребности я понял не надо семьи не надо учиться сидеть в лесу что ли так но тогда может и канал вести не надо на аудиторию ведь одному в тиши лучше но я скажу что я так один в тиши сижу я конечно обращаюсь к людям но это по сути монолог ведь правильно я или внутренний диалог вот я просто просто вот общаюсь как бы с вами но я же вас не вижу не знаю лично никого да и и по сути я вот в такой тиши один и нахожусь так и есть то что вы меня смотрите это просто за это просто такие вот современные возможности технологические раз потом я видимо интересен вам как личность два и как вот человек мыслящий да и третье у вас есть потребность такого рода информация и в таком человеке как я три вот это все совпало просто поэтому не надо семь если вы не готовы семью жить семейной жизнью не надо создавать семью конечно но люди поживут там год-два-пять и разводятся пожалуйста все и живут одиноко отдельно не надо учиться если это учеба просто не в коня кормут я вспоминаю я пять лет учился в вузе это огромнейшая нагрузка сейчас бы я такое не позволил себе огромная нагрузка на психику на нервную систему запредельно я бы сказал у нас были люди которые с ума сходили а попадали в психиатрическую больницу вот уходили в отпуск академический я я думаю что около половины вообще отсеялось тогда это не каждому дано учиться во первых в вузе во вторых чему нас учили это вот тоже вопрос даже перегрузили знаниями я уже то есть информации перегрузили я уже под конец обучения просто я уже там и ничего и и и не соображал по моему как в тумане был вот то есть слишком большая нагрузка интеллектуальная ну они в коня корм что называется так что не надо учиться и люди и не учатся а потом ну хорошо сдали у нас экзамены получили дипломы и что пошли работать в библиотеку так библиотеке можно работать и без высшего образования за зачем это все эти сверхусилия и что как-то люди сделали свою жизнь интереснее вот я например начал писать книги я продолжил свое образование да я издавал газету журналы делал сайт свой канал я создал до общался там с гениальными людьми великими интеллектуалами интервью у них брал организовывал лекции выступления потом вот но моя жизнь интересная статьи писал там когда меня просили об этом да и до сих пор вот мне люди говорят что твои статьи были самые интересные в этой бесплатной газете и я я брал ее ради твоих статей сейчас меня там не печатают потому что цензура да вот но пожалуйста даже бесплатно я делился своими мыслями оригинальным ходом мысли это интересно было читать людям сейчас нет таких людей просто я без ложной скромности скажу ну тупизна да что-то вот не озаряется светом интеллекта не задевает сознание не мыслят оригинальные люди-то даже тупизна вот я послушал профессора ну тупизна тупизна и это она еще ведь это и преподает все я бы сейчас вот уже она находясь на вот нынешнем уровне своего развития я ну я не вынес этого просто от этой тупости а ведь это все выдается за науку еще сайте как это скучно все пресно насколько это неинтересно а люди должны это зубрить учить сдавать экзамены боже мой какое насилие не надо учиться сидеть в лесу да ну как у олден олден или жизнь в лесу да пожалуйста и посмотрите что с вами будет как очистится ваше сознание какие светлые мысли к вам в голову придут любовь радость когда вы в контакте с природой городская жизнь это стресс сплошной стресс человека ненавистничество конечно вы вы видите это и есть выход вы боитесь этого выхода но он есть как раз и это и нужно использовать вы же вы же Максим сами в других роликах говорили что больше общения нужно стараться лучше понять друг друга значит общение с теми кто умнее вас с мудрыми людьми с любящими людьми с позитивными людьми вот да у меня есть такая возможность общаться из и с мудрецами и с позитивными людьми я это и делаюсь и с теми кто может с теми у кого я могу поучиться кто переворачивает мое сознание но со всеми остальными зачем общаться или вот творчество совместное да вот это бесценно но со всеми остальными зачем общаться они тянут вниз на дно это деградация если вы не развиваетесь вы деградируете я да стараюсь помогаю тем кто хочет развиться но мало кто хочет я смотрю и студенты не хотят их задача просто получить диплом и приспособиться все нет новаторов то нет новаторов каких-то чтобы люди там как-то двигали общество какое-то давали какие-то позитивные цели давали озаряли бы светом своим да вот любовью знаниями позитивом радостью счастьем нет такого сплошной негатив мы погрязли в этом поэтому зачем что там понять я я понимаю без слов человека но если человек не хочет меняться если он ко мне не обращается я ему не буду помогать и объяснять это правило такое значит он должен пройти или пусть страдает всю свою жизнь ну это его выбор в конце концов разъединяться ну так это и происходит зачем эти вот слипшиеся пельмешки зачем это да ну кому это надо особняком стоять конечно особняком это благодаря этому вы сохраните чувство собственного достоинства по другому никак если вы будете сливаться ну что это будет это будет толпа а в толпе что побеждает самый низкий интеллект вот что мы и видим поэтому я против партии против политики ну как против не то что я там протестую да я в этом не участвую я создал свою партию это партия одного человека вот пожалуйста но ее никто не зарегистрирует хотя это партия одного человека вот я считаю что мои идеи имеют право и партия моя принимать участие в выборах ну ведь нет такого там ценз 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 вот постоянные барьеры ну какая же это демократия и власть народа все это лохотрон вот так от семьи устал учеба не удовлетворяет духовность в пустыне уйти да да именно так станьте отшельниками жить только для себя живите только для себя вы приходите в этот мир ради того чтобы осуществить свою миссию раскрыть свой потенциал стать индивидуальностями вот ради этого и живите это цель наша ну а если вы живете для себя смысл то какой в том что вы и привносите в общество самое главное себя и вот свое видение свой талант свой интеллект свой ум вот как Шон Коннери свой талант